здравствуйте мои дорогие все еще стоят теплые дни октября поэтому хочется записывать видео на свежем воздухе а тем более такое значимое для меня видео как я перешла на естественное питание знаете бывают такие события которые происходят в жизни вдруг внезапно ты живешь живешь и вдруг пац что-то происходит и ты понимаешь что что-то в твоей жизни появилась вдруг неожиданно какое-то новое какое-то глобальное и тебе надо с этим как-то дальше жить а бывают вещи которые происходят незаметно постепенно то есть событие это все равно происходит она случается на приходит она постепенно до такой степени постепенно до такой степени растянутого времени что когда она приходит и когда она уже состоялась ты даже еще сразу не можешь и понять что-то случилось или это мне только кажется вот точно так же вторым вариантом у меня произошло произошел переход на естественное питание я до сих пор не могу в это поверить и мне все еще кажется что может мне кажется может это на самом деле не так может это просто временное затишки перед бурей но нет я не просто так решилась выложить сегодня это видео записать это видео потому что прошло уже больше месяца как я нахожусь на естественном питании я все это время молчала я даже молчала сама перед собой потому что думал если я сейчас скажу себе что боя все ты перешла на естественное питание то вдруг это завтра послезавтра опять рухнет и я опять скажу блин да нет мне показалось этого не было так вот дорогие мои у меня мой переход на естественное питание занял немного не мало три с половиной года ящик начинаю отсчет ровно от того дня когда я начала свое первое условное голодание по марве огонян это было 29 мая 2016 года сейчас на дворе октябрь 2019 и того три с половиной года моих трудов экспериментов над собой изысканий проб ошибок моего длинного пути который я называю переходом на естественное питание но давайте наверно сначала определимся что же такое естественное питание как-то на днях по моему даже в прошлом видео я скользко обмолвилась что я перешла на естественное питание и я сразу же увидела комментарии под видео боя вы стали фрукты и фрукторианцем вы стали сыроедом нет ответила я потому что естественное питание и фрукторианство или сыроедение на мой взгляд это разные вещи и давайте разберемся что же такое естественное питание я не изобретаю велосипед я просто открываю рояль в кустах открываю книгу михаила советова еда по законам природы путь к естественному питанию и читаю определение естественного питания как это дает михаил совет естественное питание это питание которое природа предусмотрела для человека как биологического вида мы существа плодоядные и от природы должны питаться только плодами фруктами это оптимальное питание для человека чей организм находится в идеальном состоянии это определение михаил советов марва огонян трактует это понятие немного шире и мне ближе расшифровка именно понятие естественного питания марва огонян то есть это растительная пища как сырая так и термически приготовленная плюс некоторое количество животных жиров растительные жиры само собой разумеется плюс животные жиры такие как сливочное масло сметана либо густые домашние сливки иногда это может быть сыр козий кстати марва огоня напоминает козий сыр и я тоже открыла для себя что это продукт как раз очень даже имеющий отношение к естественному питанию это сырые желтки домашних кур это некоторые кисломолочные напитки типа простокваша и в холодное время года это не некоторые виды рыбных продуктов что марва огонян подразумевает под рыбными продуктами я думаю это каждый будет решать для себя в индивидуальном порядке может для кого-то это будет икра может для кого-то это будет просто рыбный жир для кого-то морепродукты креветки и что-то в этом роде но не 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 в ежедневном питании а периодическом то есть иногда когда есть потребность получить какой-то животный белок под растительными продуктами марва огонян понимает фрукты зелень овощи злаки а именно гречка пшено ну и все в таком духе вареном виде орехи какие-то пророщенные злаковые культуры семена ну это в общем-то и весь спектр растительных продуктов которые человек может употреблять на самом деле под группой фрукты группой овощей орехи семена скрывается огромное море разных видов продуктов когда я стала анализировать рынок традиционного питания и рынок естественного питания я пришла к выводу что рынок естественного питания то есть питание растительной пищи намного богаче ассортимент намного шире чем на традиционном питании хотя на первый взгляд казалось бы это не так казалось бы что человек который выбирает растительное питание в чем-то себя ущемляет вроде как у него меньше выбора еды на самом деле это совершенно наоборот когда начинаешь копать перечень различных фруктов овощей злаковых культур бобовых то оказывается там огромнейший список настолько огромной что в одну неделю даже не умещается попробовать все что можно было бы попробовать из растительных продуктов список на традиционном питании очень даже ограничены это как правило мясо рыба яйца творог сыр колбаса хлеб ну и какие-то гарниры ну и салатики но это такое самое распространенное понятие до традиционного питания собственно и все виды мяса они довольно ограничены виды каких-то термически приготовленных блюд они тоже довольно ограничены и когда я начала осваивать для себя растительное питание я поняла что здесь мир просто неизведанный есть множество интересных сайтов где можно почерпнуть такие интересные рецепты растительных блюд что кажется что не хватит всей жизни для того чтобы это все перепробовать и так вернусь все-таки к своей истории как я перешла на на естественное питание когда я впервые познакомилась с учением марва гонян и прочитала ее книгу экологическая медицина путь будущей цивилизации я себя решила что вот то питание которое марва гонян считает наиболее естественным наиболее здоровым для человека я поняла что это питание это именно то как я хочу питаться как я вижу свое питание и то к чему у меня есть тяга и когда я начала практиковать вот эти очищения периодически и стала пытаться переходить на это питание которое мне виделось идеальным я поняла что на этом пути очень много затыков и буквально вот когда я уже собирала камер чтобы пойти в рощу и записать это видео я увидела что мне пришло сообщение водоклассниках по моему женщины пишет бою что делать я в отчаянии я уже прошла два курса очищения по гонян я пытаюсь перейти на естественное питание но меня все время тянет на первое второе ну как я поняла это из традиционного питания что-то наверное с мясом или какие-то вот вареные такие сложные блюда и я не знаю как мне быть и что же мне дальше делать почему меня ничего не получается так вот меня преследовал точно такой же вопрос все эти три с половиной года особенно в начале когда я попыталась сразу перейти на естественное питание питание уже после первого курса очищения погонян я потерпела фиаско я поняла что я не могу обходиться без мяса без каких-то традиционных традиционно приготовленных блюд и меня тогда даже помню мучила некое угрызение совести и я тогда под расстроилась так порядком потому что я подумала что-то я не дорабатываю в чем-то есть моя ущербность как же так я же начала очищение почему я не могу перейти на это питание в общем я довольно долго мучилась и слава богу победил моя интуиция я вела диалог сама с собой я пыталась найти ответ на этот вопрос и моя интуиция мне подсказала знаешь бая иди вот тем путем как тебе подсказывает внутренний голос не насилуй себя не не вводи в свою жизнь искусственные запреты иди на поводу своих запросов и посмотрим что будет и вот этот мудрый внутренний голос подсказал мне действительно что не стоит загонять себя в рамки запретов иначе можно получить его неприятные последствия и я пошла по этому пути я ничего себе не запрещала ни мясо не рыбу никаких блюд но при этом я все время в голове держала эту мысль эту идею что я я перехожу на естественное питание поэтому каждый день у меня складывалось из маленьких кров крохотных микроскопических шажков по притворению в жизнь моего плана перехода на естественное питание эти шажки были порой совсем незаметными ну выражались они может быть в таких таких незаметных действиях как скажем уменьшение порции или разделение пищи то есть не не есть котлету предположим с макаронами а съесть котлету салатом щеткой ну и вот все таком духе конечно поначалу это было непривычно не комфортно есть котлету салатом щеткой потому что мы привыкли есть ее с макаронами и это вкусно и и вот из таких маленьких преодолений состоял состоял этот путь временами мне казалось что я топчусь на одном месте что я делаю шаг вперед два шага назад но я не сдавалась я упорно настаивала на своем что все-таки я иду к своей цели но я иду медленно но как теперь я понимаю что все-таки на самом деле я шла немедленно я шла нормальным шагом и то что я пришла сейчас то что совершилось я действительно больше не хочу мясо я действительно обхожусь довольно маленькими порциями научилась наедаться маленькими порциями фруктов и на сегодняшний день фрукты составляют фрукты и плоды составляют примерно 70-80 процентов моего рациона и это также сырые овощи и много зелени и это оставшаяся часть от 100 процентов это животные жиры в виде масла сливочного масла и сметаны это вареная пища то есть это какие-то тушеные овощи вегетарианские супы и небольшое количество козьего сыра вот это практически все иногда в моем питании присутствуют яйца термически обработанные ну в виде предположим каких-то блюд в которые требуется добавить яйцо но это происходит крайне крайне редко какие-нибудь кабачковые оладьи что-то в этом роде а в основном это все-таки растительная пища и по большей части сырая мне очень нравится подход марва огонян в отношении животных жиров я не собираюсь и не собиралась никогда отказываться от животных жиров и именно поэтому я не так давно выпускала серию видео почему я не веган я никогда не буду веганом потому что я никогда не смогу отказаться от продуктов животного происхождения в виде жиров это я считаю принципиально важно потому что на моих глазах разворачивалась масса но если не трагедии скажем так но очень очень неприятных картин с тяжелыми последствиями когда люди особенно женщины отказывались от животных жиров и получали очень нехорошие состояния я имею ввиду не только внешне то есть это усохшая кожа множество морщин на лице это потухшие глаза выпавшие волосы и так далее но это еще и тяжелое морально психическое состояние поэтому животные жиры обязательно должны присутствовать на мой на мое убеждение и моя личная практика это показывает еще один очень большой плюс состоит в том что уже вот животные жиры не только животные но и растительные жиры вообще питание они очень помогают насыщаться то есть не зря вот марва гоняна на своей книге когда дает дает рецепты различных здоровых блюд она пишет что допустимо фруктовый салат со сметаной или с домашними сливками это действительно очень насыщает это очень вкусно во первых вторых это дает такую сытость что после этого блюда очень долго не хочется есть и так моя мечта осуществилась я перешла на естественное питание произошло это спустя три с половиной года и я очень счастлива сейчас и это такое торжество это даже такое состояние какой-то эйфории что я до сих пор не могу поверить что мне здорово мне кайфово вот на этой на растительной пище у меня прекрасное состояние кишечника и микрофлоры но это видно по стулу и это видно по моим пищевым запросам потому что когда у человека хоть он и говорит что он перешел на естественное питание но когда у него все равно в душе есть пищевые запросы мяса и или там сладкого очень хочется много то это говорит о том что его микрофлоры еще не готовы к тому чтобы переходить на естественное питание поэтому я делаю вывод что моя микрофлора в полном порядке потому что у меня нет абсолютно никакой тяги к сладкому абсолютно никакой тяги к мясу и или еще каким-то тяжелым вредным неестественным продуктом мои желания сейчас абсолютно меня удовлетворяют мне нравится и я считаю их абсолютно здоровыми желаниями для человека чей чей организм пришел в идеальное состояние что я хочу сегодня пожелать тем людям которые так же как и я поставили свои цели переход на естественное питание стать более здоровыми потому что это уже даже не требуется никаких доказательств что именно естественное питание делать человек по-настоящему здоровым я хочу вам пожелать чтобы вы шли не сдаваясь не отступая чтобы вы чтобы у вас перед глазами был мой пример но не пример а мой случай и моя история что это действительно достигаемо абсолютно достигаемый переход на естественное питание просто нужно время дать себе возможность идти этим путем ну не спеша путем не насилия путем не запретов и естественным путем к естественному питанию да может казаться что этот путь немного долг и может будет одолевать нетерпение но если у вас четко работает ваша идея и если вы все-таки намерены к этому ввести вы обязательно придете главное не отступать главное идти и выполнять все то что требуется на пути перехода к естественному питанию а это регулярное очищение организма это работа над микрофлорой кишечника и это постепенный переход к естественному питанию постепенный и все у вас получится вот такая моя история сегодня мой переход к естественному питанию совершился с чем я сама себя и поздравляю а вам желаю удачи на выбранном пути надолго не прощаюсь ваши байчи